привет зритель сейчас ты ждет обзор маленькой экономной закупки аж на двести тридцать один рубль семьдесят семьдесят пять копеек из магнит а хочу сказать спасибо ольге за донат благодаря вам дорогие поддерживатели канала финансовом плане у меня те 17 половиной тысяч еще чуть-чуть примерно половина и можно купить на зон камеру потому что на dns этой камеры больше нет она там была слегка дешевле короче я все купила вкусный завтрак экстра овсяные хлопья 400 грамм варить не надо случилось так что ты зритель то может еще не в курсе но у меня в воскресенье случился гастрит после того как я похамячила последний свой монбанк жареную свининку с картошечкой которую я заправила маслицем с острым перцем и чесноком и до этого что-то жареное было и как-то так еще вот и у меня давно уже не было ранних завтраков и в общем мой желудок сказал пишу тебя был как бы этот самый хронический гастрит и давно не появлялся так вот сейчас я к тебе приду и вот я вчера такая помирающая была впервые за долгое время в 7 утра позавтракала и сегодня тоже где-то в пол восьмого позавтракала так вот и почитала что можно стала вспоминать что я обычно ем когда у меня хронический обострился гастрит что я обычно из растений пью когда у меня обострился гастрит что можно что нельзя почитала поняла и вспомнила что надо есть по 6-7 раз в день по чуть-чуть и вот как-то так у меня в итоге вышло вчера у меня было где-то пять раз в день сегодня пока еще было три раза в день пока еще не поздно еще где-то около пяти часов сейчас уже я еще где-то так большую часть дня проспала в 10 я обратно завалилась а потому что в 9 я поела в пол десятого лета дела какие-то поделала и оказалось что даже не слышал на телефон мне там родственники звонили списали так вот где у нас тут эти хлопья 41 рубль 99 копеек эти хлопья 400 грамм я просто поняла что у меня овсянки кот наплакал и надо бы купить потом у меня сметана закончилась я сегодня такой диетический суп себе замудохала капуста кабачок морковка сливочное масло укроп семена чиа и вода и со сметаной это очень вкусно ну я миксером блендером точнее измельчила потом семена чиа закинула потом сливочного масла слегка добавила и вот я купила себе сметану сметана вологодская 15 процентов 200 грамм сначала хотела другую купить побольше стаканчика потом увидела эту посмотрела на ее цену поняла что она даже ну короче она в любом случае дешевле где-то рублей на 15 выходила чем та которая изначально хотела сделано 29 ноября до 17 декабря она живет в составе сливки и закваска я периодически такую сметанку покупаю ничего такое нормальная да еще и по скидке была сейчас скажу почем кайф 34 рубля 99 копеек короче 35 рублей без копейки я подумала что лучше ее купить а то иногда куплю большую сметану а потом у меня вдруг внезапно она стоит я про нее забыла мне конечно его пока нельзя но у него срок годности такой что я думаю к тому времени началу до следующего года я наверно уже выйду из состояния диетического гастрита и смогу его похавать он был по скидке не могла пройти мимо из натурального сырья дружба ну и состав тут более менее меняемый сейчас даже прочитаю сыр масло сливочное вода питьевая молоко сухое обезжиренное загуститель е 1401 без понятия чего это эмульгаторы полифосфат натрия и артофосфат натрия консервант е 202 ну в общем как бы не считая вот этих эмульгаторов двух и дух загуститель с консервантом не знаю чё это если интересно ты можешь по этим цифрам загуглить в яндекс и в интернете глянуть и я может сама гляну но тут в принципе нормальный состав поймала масла нет срок годности 90 суток и жить он у нас может аж до 19 февраля 23 года короче говоря аж к моему дню рождения он может еще пригодится но я думаю что я его сожру пораньше хотя бы в начале следующего года он был 76 рублей 79 копеек 76 79 ну и тут 200 грамм ну и соответственно я вообще шла как бы за сметаной овсянкой и хлебом ну хочется же чего-то вкуснее глаза да я почитала что булочку беленькую все-таки немножко да можно вчера и меня угостили еще тем чего чего мне пока нельзя но она была с мясом я его на два раза разделила беляши жареные не такие вот плоские вот так вот пирожок а внутри мясо жареный я его с панк с двумя таблетками панкреатина разделила на два раза один прием беляш через пару часов другой прием беляш короче он мне очень мне нравится пальчики восточные сделаны сегодня 8 6 утра и до 15 декабря с 6 утра не будут жить долго и счастливо это ярославский продукт так что я не знаю те люди которые будут смотреть если вы не из ярославской области доводят до вас эти пальчики или нет или может у вас что-то похожее делают они у них очень нормальный хороший состав и не обалденно вкусно и сейчас они у нас стоят где вы тут 46 рублей 99 копеек короче 47 рублей без копейки ну когда-то у моей бабушки и было детство и они на расстояли дешевле не на самом деле они может пару лет назад 40 рублей 30 сейчас я даже гляну где-то тут состав был вообще говорят что их типа вручную делают кошка не надо меня царапать мы кстати сегодня с кошкой благополучно днем продрыхли она у меня под боком под одеялом дрыхла чем изначально я нашла состав она вообще заныкалась на одеяло под плед а я стала уходить думаю блин где хоть кошка то что-то так по пледу рукой пошарахала там так хрюк хрюк я понимаю что там кошка она под плед берлогу короче себе это дала мука пшеничная хлебопекарская высший сорт соль вода сахар сахароза лактоза в скобочках дрожжи сливочное масло пастерилизованные сливки 180 грамм ну и хлеб который я стабильно покупаю я сначала все хотела купить и белый хлеб но свежего не было самый свежий был вчерашний потом я увидела эти пойти убрала этот хлеб обратно на лоток взяла себе эти пойти ки думал пусть лучше пойти ки потом я хотела купить себе черный хлеб зернышками все такое состав у него такой многообразный все тут все в таком духе весь такой ажурный весь натуральная подумка рассчитала и поняла что возможно мне его сейчас нельзя именно такой хлеб и поэтому я купила как обычно причем этого дня 12 декабря созданный мой любимый видимо как бы надо было считать состав потому что тут зависит от завода если один завод сделал то нормальный состав а если другой завод сделал то мука пшеничная хлебопекарского первого сорта вода питьеваем мука ржаная хлебопекарская обдирная сахар белый солод ржаной сухой дрожжи хлебопекарские прессованная соль пищевая в скобочках вот это меня уже напрягло как раз почему-то ты думаешь состав нормальный чё тут юля бомбит соль пищевая выворочная экстра агент антислеживающий операции анит калия масло подсолнечное кориандр молотый вот зачем там этот ангент антислеживающий вот какой особо одаренный отсутствие мозга биологический отброс придумал в соль добавлять этот ангент антислеживающий веками это соль лежала и ничего не антислеживалась а тут какой-то вот мысли только матные но мы же с вами цивидные люди ну так вот это вот мой любимый хлебушек я понадеялась по умолчанию что он давно уже с нормальным составом и как не пойми чё мне не попадалось и может быть стоило купить тот который этот зернышками и мучаться болями ну ладно хрен с ними надеюсь этот агент антислеживающий не затребует от меня таблетки панкреатина потому что у меня их всего лишь штук десять осталось а это вот этих таблеток панкреатина до аптеки надо идти а у нас там дождик хоть и зима и так половина местами снега смыла я сегодня узнала что я забыла совершенно что у меня весной сдохли сапожки такие это ну там низ такая как бы галошка а сверху такая как бы теплая фигня надо на вайбер заказать там задник сломался а еще меня на днях сдохли вообще недели ну дней десять назад на юбилей на тот день когда у родственников на юбилей было ботиночки с ушками энергии когда-то обозревала года три наверное там задник на правой ноге хлобысь и стало больно сломался как-то в общем я их на днях вынесло на мусорку поставила рядышком что-то заберет доход где тут этот хлебушек 30 рублей 99 копеек 31 рубль без копейки он что-то снова так как-то подешевелся был тут как-то около 40 40 с чем-то так вот моя дофига такая бюджетная закупочка еще благодаря тому что у меня сейчас гастрит сыр мне нельзя колбасу мне нельзя только вареные мясом прям молотая ну это или типа ну там вареную куречку вчера вот подружкой заходили я купила себе вареную куречку ну смысле курочку купила сегодня и варить ее буду сыром на меня про запаску короче такое вот меню когда можно даже даже если не хочешь то экономишь денежки потому что вот у всякие такие капустики кабачочки укропчики морковки у меня есть морозилки доставай до аварии всякие крупы у меня более-менее есть перечи и овсянка есть всякие травяные сборы у меня есть вот здесь даже есть еще рядом ты-то не видишь но потому что она не захватывает камеры там еще несколько пакетов которые надо разобрать с этими травками и из кулечков коробочки убрать и убрать потом в полочку так что вот а то что такое небюджетное и бюджет тратит как раз мне сейчас и нельзя к сожалению или к счастью не знаю всем спасибо за просмотр если вы лопали когда-нибудь восточные понтики скажите а потом в каментах будет приятно почитать ну да если хотите также как ольга и остальные немногие зрители поддержать мой канал то вот здесь вот будет такое облачко там вот значит ссылочки и информация и основные ссылочки в инфобоксе ну можете меня надо детейшеналер скинуть можете там подписаться на бусте если вы любите асмр и давно не было и вы их ждете всего лишь 200 рублей в месяц это вот здесь вот будет про асмр можете на монбанги подписаться как недавно какой-то зритель теперь у меня там трое на монбанг подписаны круто вообще 300 рублей в месяц вам все лишь обойдется будет более ранний доступ чем во всех остальных можете еще каким-то образом меня поддержать ну и спасибо за просмотр пока